Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте обсудим покупку императорского удава в качестве первого питомца, например. Вам нужен императорский удав. Вы загорелись этим желанием, увидев фотографии вот этих прекрасных особей громадных размеров на крупных мужиках, вот эти красные хвосты шикарные, пики, узоры, разнообразие в морф. Как получить то, что вы ожидаете, и как не разочароваться. Начнем с того, какого констриктора лучше всего выбрать для содержания в неволе. На самом деле, здесь нет никакой зависимости от морфы или от локалитета. В общем, выбирайте любой. Есть примочки с некоторыми подвидами, которые и то подвиды, то не подвиды. Допустим, с тем же констриктор-констриктор, которыми можно накосячить с температурами или со срыгами. Но здесь, скорее всего, работают общие принципы содержания всех бо-констриктор, бо-император, как угодно. Сейчас таксаномер развлекается над этой группой. И, соответственно, здесь уж на ваш вкус, так сказать. Вот. По возрасту лучше брать, конечно, чуть подрощеных. Не парьтесь насчет, как недавно была тема. Не знаю, затянутые. На самом деле, довольно часто, да, продают иногда люди, допустим, так называемых затянутых констрикторов, но здесь ничего страшного. Ну вот, Катя, ты же затягивала сама, даже, своего констриктора. Я своих, не то что своего, я своих всегда затягиваю. Затягиваю до определенного момента, до полутора где-то лет. Нет, это вышло случайно от того, что у нас приезды были и прочее. Да, были приезды, я его затягивала, но это просто с ней продлилось до двух лет, просто дольше, чем обычно. И, да, она, ну, в рост нам дала очень быстро сразу. Не она, а сразу много констрикторов. Это и все Коста-Рики морфы, это и несколько констрикторов твоего выводка. Сразу, как их начали кормить взрослыми крысами, регулярно, они очень быстро пошли в рост. Потому что, ну, когда кормишь мелкими объектами, вероятность срыга, она очень мала. А когда люди начинают гнаться и быстрее раскормить, там, к двум годам размножить и так далее, то, собственно, они получают срыги и прочие проблемы с ожирением, с чем-то еще. Мы пришли к самой главной проблеме с констрикторами, это эти несчастные срыги. На самом деле, есть какой-то, ну, я возьму так хаотично, то есть это не статистика. Допустим, есть такая, придумал такую статистику, один из десяти удавов срыгивает, да, и девять остальных будет варить нормально, какой-нибудь максимально крупный кормовой объект одного и того же размера, но такой крупноватый. И этот один, он не будет больным, у него не будет никаких проблем, просто, ну, есть определенные рамки, да. Но вы можете ему создать эти проблемы. Вы можете, вам может случайно попасть именно тот один из десяти. И, в общем, когда у вас выборки нет особой, да, вы купили одного констриктора, велика вероятность того, что у вас все будет в порядке. Но есть маленькая вероятность того, что попадется именно тот констриктор, который более нежный, он не больной, он не косячный, просто он чуть более требовательный. И почему я все время все пишу, вот, первые кормления, да, и Катя тоже пишет. Всегда старайтесь дать маленький кормовой объект. Лучше даже его разморозкой, лучше надрезать, вот, и как-то постепенно все это начинать. И прочувствуйте своего удава перед тем, как понять, какие объекты к нему подходят. Насколько максимально большими можно давать. Да, то есть, лучше не рисковать. Да, и велика вероятность того, что он тот максимальный объект, который может пригласить вообще, запросто перевалит. Есть и маленькая вероятность того, что он срыгнет, а срыги это очень плохо. Особенно для констрикторов, если, там, те же кобры, да, они могут, ну, Ханны, не знаю, там, Монокли, Негрицинк, ну, кто угодно, любая кобра, не знаю, там, Морелии тоже нормальная, ну, срыгнул и хрен с ним. То есть, пошел дальше, чуть ли на следующий день поел и все нормально переварил. Мало там стресс, еще что-то. У констриктора даже срыг от стресса, даже на следующий день или в этот же день, может привести к полному обезвоживанию, нарушению вообще, там, не знаю, микрофлора, еще чего-то. То есть, к гастриту, к гастринтериту и прочим радостям. И далее констриктора такого придется реально уже кормить чуть ли не половинками крыс, совсем распотрошенными, совсем замороженные, совсем мелкими. И тогда у вас процесс совсем затянется. Опять же, да, с теми же констриктор-констриктор, какая ситуация у нас. Говорят, что они более нежные в этом плане. Но нет, с определенного этапа, когда вы почувствуете их, можно хоть пичкать до нельзя, и они будут все переваривать. Но до этого этапа вы должны сами прийти, и вы должны его прочувствовать. Соответственно, пока питомец у вас акклиматизируется, адаптируется, будьте аккуратнее. С констрикторами это очень важно. Если с остальными змеями это тоже важно, но не так критично, то с констрикторами это прям очень-очень важно. Смотрите, они же такие неженькие, бархатные, чешуйки нет. Я причем, если честно, не вижу смысла их раскармливать прямо с детства, потому что в размере они, я не думаю, что они потеряют. Их можно в таком возрасте как-то поаккуратнее кормить, а когда им будет уже года полтора, их можно прямо вот закармливать. Что если вы хотите прям огромного констриктора, поставьте ему большой террариум и закармливайте. Но в детстве делать этого не стоит. Да, в принципе, лучше раскармливать уже, когда у вас констриктор, ну в районе 80 сантиметров хотя бы, да. Там дальше уже может быть посмелее. И бить те самые рекорды. Единственное, что, конечно, рекорды редко зависят от кормления, то есть многое зависит от предосположенности. Я думаю, многих из вас подкупил в констрикторах именно вот эти вот гигантские размеры. Все-таки это одна из самых крупных змей, как ни крути в мире. Серьезно, кроме шуток. А как же усики? Ну вот усики вот эти вот, да, симпатичные, стрелочки всякие, вот этот красивый серый окрас, фон. Мне очень нравятся, на самом деле, стандартные формы. Ну, насчет размеров. По большей части легенда о том, что вот констриктор-констриктор всегда гигантские. Бооконстриктор-император такие вот маленькие. Нет, императоры тоже могут вырастать более четырех метров. И такие случаи не так уж редки. И даже карликовые императоры могут вырастать до трех с половиной метров. Но я думаю, что об этом еще поговорим, когда речь пойдет о локалитетах. К сожалению, все сразу же не обсудить. Вот. И здесь, как бы, лучше исходить из ваших вкусовых предпочтений. В смысле, эстетических предпочтений по краске. Ну, на самом деле, мы уже сегодня про морфы не будем говорить, но можем посмотреть вот здесь два нормала. Ну да, это так называемый колумбийский тип. Посмотрите, какие они разные. Я еще, если честно, одинаковых удалов их ни разу не видела. То есть они все очень разные. Каждый раз, к сожалению, я не могу себя остановить и кого-нибудь себе оставляю. Потому что они настолько разные, вроде кажется, нормал нормалом, но они же совершенно разные. У констрикторов приятно растить. Они всегда едят с пинцета. Они довольно простые. Если на них забить, самое прикольное, что да. То есть для лептили это всегда очень важно. И мы, наверное, эту тему тоже затронем. Когда большое количество змей, как-то со змеем проще работать, из-за того, что змеям легче. Они не устают от хозяина, так как устают змеи, у которых коллег всего несколько штук в комнате, и хозяин их всех дербанит. Я сказал, что это у нас колумбийский тип. Это не значит, что это локалитет Колумбия. Просто так принято стандартную форму констриктора без не карликового констриктора континентального. Они очень хорошо отличаются от всех эстравных групп. Называть колумбийским типом. Он может быть любого другого места. Может быть вообще мешенькой. Так или иначе. Такой тип удавов со средним количеством сёдел. Ну, с опытом вы будете это видеть. Потом, наверное, покажу настоящего колумбийца. То есть, настоящих колумбийцев нереально сложно достать. Я думаю, что они есть... Ну, линии мало кто этих содержит, истинных колумбийцев. И даже те, кто считает, что у них истинные колумбийцы, ну, с трудом верится. Пока не вижу бумажки, как путь был пройден из самой Колумбии. Это не поверю. Вот. Те же морфные, да, вот, колумбийские, там, не знаю, как называют колумбийские... Сальмон колумбийского типа. Типа сальмон крупных размеров. Есть сальмон центрально-американский, есть колумбийон так. Так вот, эти колумбийские сальмоны, вы же прекрасно знаете, что сальмон полученный из центрально-американских гондуранских удавов. Соответственно, там уже не может быть никакой колумбии. Здесь всё намешено. Так или иначе, используйте такой термин. Не так уж и плохо. Такой коммерческий термин. Он очень удобный. И этот, так называемый, нормал-нормал. Он просто самый стандартный стандарт. Тем не менее, этот стандартный стандарт, как Катя отметила, имеет свое, так сказать, разнообразие внутри стандарта. Вот, вы видите, здесь серенький, здесь жёлтенький. Сёдла совсем разные. Да, чуть более красненьких называют уже пастелями. Уже пишут, это приписывают как морфы. На самом деле, это линии, естественно, которые, ну, ничего вам не гарантирует в плане потомства. Ну, они могут давать более ярких. Ну, сами по себе они симпатичные, да. И, в принципе, ничего страшного. Есть какие-то там Red Pastel, Super Pastel и так далее. Ну, это всё забавно. Ну, пусть будет. Ничего страшного. Я, как бы, к селекционным вариантам, так же, как и с моисами, да. Все мы знаем, что есть там у моисов линейные, так сказать, морфы. Не знаю, как сказать, которые нельзя скрещивать, так сказать, другими. Здесь надо держать частоту линии, и тогда у вас будет нормальная та самая линейная морфа. Шаг вправо, шаг влево, у вас не будет этой линейной морфы. Что-то, типа Майами? Типа Окети, Майами, да. И здесь всё не так просто. Из всех констрикторов, конечно, стандартный стандарт наш, колумбийский, да. Типа он вполне, то есть, с самого рождения вот они примерно такого размера. И, соответственно, это идеальные размеры. Если те же центрально-американские удовы рождаются чуть вообще крохотулечек, с которыми, да, приходится повозиться, то такие вот потомства именно от колумбийского типа, ну, дают больше как-то шансов на ошибки разные, терпят побольше, и новичкам они подходят идеально. Да, чаще всего они сами начинают есть, у всяких пихал. Да, единственное, что, опять же, повторю, да, насчёт кормления. Они будут есть замечательно с самого начала. Но в новых условиях всё может работать не так идеально, как хотелось бы. И тот самый удав, который 9 из 10 шансов хорошего, может в новых условиях стать тем самым 1 из 10. Это не значит, что новые условия стали хуже. Просто они другие. У каждого в комнате разная фоновая температура, ну, разные объёмы. Все эти микрохарактеристики, они разнятся. И они всегда в пределах нормы, но вот разные. Вот, что хотелось сказать ещё по содержанию такого, так сказать, колумбийского типа. Тепличные змеи, на самом деле, но, как показывает практика, могут выдерживать падение достаточно низких температур, но лучше с этим не экспериментировать. Вообще для них не так характерна в среднем та же пневмония, да, как для тигровых питонов, не знаю. Ну, для питонов центрального рода это даже относится и куртусы, тигровые питоны, сельчатые питоны. Сельчатые питоны в меньшей степени причём, если взять тех же морелей, это я питону всё перечисляю, давайте сюда у них. Кораллусы простужаются в лёд на фоне вот этих вот замечательных животных. Тем не менее, всё-таки это тепличный зверь, живёт в самых, сожалению, из тропиках. Вот, и, соответственно, температура там фоновая. Двадцать шесть, двадцать восемь была бы самый раз. Ну, и в точке прогрева чуть выше тридцати. Перегрев мы тоже не любим. Скажи что-нибудь. Хорошие? У меня есть котик. Я, пожалуй, котиком зовусь. Вот. Любите своих конструкторов. Читайте, пожалуйста, про них. Содержите их правильно, при правильных температурах. Не обижайте их, а не смотрите, какие хорошие. Главное – это правильные температуры, правильный объём, правильное кормление. Делайте всё правильно, и тогда у вас всё будет правильно. Да, у вас вырастет большой здоровый удав, который… Обожаю отсутствие конкретики. Да. Который будет вас радовать всегда. Давайте пока на этом всё. Мы обсудили сейчас императорского удава в качестве первого домашнего питомца. Мы так и не сказали, что он хороший домашний питомец. В таком вот статусе. Я не могу сказать, что это хороший выбор в качестве первой змеи. Но это не самый худший выбор. Да, естественно, эта змея очень простая. Ну, просто проще некуда. Но, как показывает практика, то есть с ними очень много косячат новички. Судя по тому, что происходит, видимо, это не самая простая змея. Ей змеи попроще взять тех же тигрошей, с которыми другая трудность, опять же… Размеры. Ну да, размеры. На самом деле это тоже усложняет работу. Ну, по крайней мере, если бы я вот так советовала между региусом и констриктором, я бы посоветовала всё-таки констрикторы. Мне кажется, они проще. Региусы могут в отказ уйти от еды, у констрикторов случается такое время или нет. Региусы уходят в отказ, но при этом они не страдают от этого ни капли, просто это скорее страдалки для хозяина. Но страдалки для хозяев, и хозяева начинают допускать очень много ошибок. Да, я не знаю, какие ошибки можно сделать с региусом. У меня начинается паника, не начинаешь что-то там температуру менять, заливать его, что-то ещё делать. Ну и всё равно региус от этого ничего с ним не происходит. Ну, не знаю. Ну, может быть, мне не повезло с первым. У меня первый раз у меня был региус, второй был констриктор. У тебя был природник региус, нет? Нет, у меня был региус морфи пастель. И как-то вот с констриктором мне было проще. Ну, как видите, всё индивидуально. Так что до скорых встреч, до следующего трёпа на диване. Спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, и подписывайтесь на наш канал. А ещё вступайте обязательно вот там вот и чупокает группа наша ВКонтакте. Ссылка на неё в описании. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok